Альбина, вот у нас, значит, садовый центр Абдулиных, вот здесь около Лерой Мерлин. Цены посмотрим, вот в других регионах тоже сравните, сравните. Так, клубника у вас? Клубника, разные сорта, 120 рублей. Ранние, поздние, средние, по созреванию. А это тоже уступаете, наверное, да? Пока нет, это рододендрумы, вечно зеленые. Если их правильно укрывать, то каждый год они вас будут радовать цветением. А почем они? Эти по 6500, есть 3600, в зависимости от возраста растения. Здесь у нас начинается только белые, да, все? Нет, разные, разные у нас сорта. А они маленькие почем? Эти по 900 рублей. Сами черенкуете, да? Мы нет, это проверенные питомники. Сами Абдулины не черенкуют, значит, да? Нет. Ага. Так, и здесь вот Иву вы тоже купируете, получается, да? Ива, она привитая на штамбе идет. Выше она не вырастет. Ага, привитая на штамбе. И вот так она будет закругляться, да? Очень красиво растет она вниз. Если хотите, чтобы еще и покушать, можно взять шелковицу. То же самое, просто с эффектом. Что, на Иву, что ли, можно? Нет, я имею в виду, местное, можно шелковицу посадить. А Ива, это самая наша Ива, да? Ива Козья называется. А, Ива. Ее вот на прудах, где сажают у себя. Ага, ага. Здесь спирей японские. Спирей, да, у нас это много. Это каштаны, сумахи. Каштаны съедобные, да? Каштаны несъедобные. Несъедобные. Но декоративные, очень красивые. Так, здесь вот этот, я думал, просто отрезает. Оказывается, вот здесь наверху шелковицу прививает, да? Прививает. Прививка внизу и прививка наверху получается. Курильский чай пить можно, нет? Вот лапчатка. Нет, курильский. Она у нас вообще для... Ну, ее по-другому, да, курильский чай называют. Нет, просто этот. Это у вас малина. Малина, да. Разные сорта есть. Очень, этот, да? Малиновое дерево есть. И по чем малина? От 340 рублей. А малиновое дерево где? Малиновое дерево, ну, ее в народе так называют. А, он как дерево. Мусы, да, они по 450 рублей. 350, да? 450. 450. Вот те гортензии подороже, наверное, да? А, видите, они повзрослее, да, горшок у них побольше. Да. Здесь вот бузина черная лекарственная. Здесь у нас абрикосы есть, да, по 700, да? Они по 700 рублей. Так, эти грецкий орех по чем? Грецкий орех, сейчас скажу. Цена. Цена 700 рублей. 700. И черешня там, да? Черешня, слива, жимолость. 600, да? А жимолость акции есть. У нас жимолость по чем? По 450 рублей. Жимолость разные эти... Сорта. Есть восходки, сладкие, земляничные, сладенькие. Чтобы они переопылялись, да? Да, их от души. Теперь здесь этот... Ежевика. Ежевика 500 рублей, да? Сорта тоже разные. Колоновидные груши, да? Они дорогие, наверное, да? Цены по 980 рублей. Да. А стичные груши разные. Вот здесь с уступкой еще есть вот груши лада и этот дошкольный дюшест, да? Вот летний. Вот здесь точно 280. Потому что вот лето все-таки. Крыжовник без шипа и шипами есть. Вот очень хороший садовый центр. Рекомендуем. Набор роз разноцветных. Розы по чем? Розы по 650 рублей у нас. Ага. И 400 есть вроде бы. Сейчас сезон. Укрывать их, да? Приходить, да. И сейчас даже рекомендуют углублять. Не как раньше. На 5-10 сантиметров придется углублять. Ага. Углублять, чтобы не замерзно, да? А в бочки просыпаются. Ну вот. Побеги новые. Растут. А вот, я же говорил, вот зимой, когда оттепель, вот просыпается и умирает, видать, наверное. Ну их еще укрывать надо. Ага. Подрезать, укрывать. И сверху лапником там этим, да? А вот они рассказывают плодородные земли. Ну и кто-то ведро. У гортензии вот листья лишние убираете, да? Это у нас скайфул пришел, он невысокий, пышные, самые пышные сейчас, цветущие. Как называется? Скайфул. Ага. Вот в Уфе тоже вроде как декоративные сажают белого цвета. Они разные же бывают. Разные. А потом что, вот у вас все белые здесь? Пока да, они меняются по цвету в течение сезона. Вот допустим, самарская лидия, она белая, розовеет, потом становится рубиновой. И, 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 понятно. Понятно. Понятно.